Сегодня Казахстан является страной с самыми низкими ценами на бензин и дистопливо. Например, литр дизеля у нас стоит 260 тенге. Это как минимум в два раза дешевле, чем у соседей по Центральной Азии или в России. В результате топливо в огромных объемах ежемесячно утекает Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и другие страны по серым схемам. На этом фоне растет дефицит продукта у нас. Как намерены решать эту проблему, почему не работают действующие запреты и спасут ли ситуацию предельные цены на ГСМ? Об этом и будем говорить в течение ближайшего часа. Ну и сегодня у нас в гостях Магауф Осет, вице-министр энергетики, Жумагулов Нурлан, директор общественного фонда Energy Monitor, Рахимбеков Толютай, доктор экономических наук. Ну и три спикера у нас по видеосвязи. Это Джакиев Асылбек, председатель Совета по развитию стратегических партнеров нефтегазовой отрасли PetroCancel по видеосвязи из Атрау. Байдильдинов Олжас, ведущий авторской программы Байдильдинов нефти, эксоветник министра энергетики по видеосвязи из Шимкента. И Червинский Олег, аналитик нефтегазовой отрасли, издатель журнала Petroleum, автор двух книг о нефтяной отрасли Казахстана по видеосвязи из Польши. Ну и прежде чем начать наш разговор, предлагаю посмотреть небольшой сюжет о том, почему каждый год казахстанские аграрии сталкиваются с дефицитом дистоплива. Внимание! Отрегулировать казахстанский рынок ГСМ в Минэнерго планируют уже в третий раз с начала года. Первый приказ был в январе. Тогда изменили перечень нефтепродуктов, на которые устанавливается госрегулирование цен и предельные цены на их розничную реализацию. В него вошли бензин АИ-80, 92 и 93, а также летнее дистопливо. Бензин марки АИ-95 из перечня регулируемых товаров исключили. Затем в феврале приняли новые требования в отношении оптовых поставщиков нефтепродуктов. Теперь они должны либо иметь в собственности нефтебазы, либо арендовать их сроком не менее чем на год. Спустя два месяца энергетическое ведомство вновь установило предельные цены на оптовую реализацию нефтепродуктов. По словам экономистов, такая мера от государства вынужденная. И по их прогнозам, приближение внутренних цен на товары ГСМ к уровню экспортных неизбежно, ведь иначе это будет способствовать их незаконному вывозу. Государство сверху директивно опускает эти цены, говорят, что ты свою продукцию будешь продавать по таким ценам. Мы как бы усыпляем претензии населения тем, что мы просто придавливаем цены на бензин, на солярку, на дизель. Мы придавливаем цены на коммунальные услуги. Это убивает всякую мотивацию в экономике и вообще не способствует никакому развитию. А делать надо так, что вы отпускаете цены, как бы больно это ни было, объяснив это населению, рассказав, что это необходимо. И вместо того, чтобы вбухивать миллиарды в контроль цен, все эти деньги, может быть, направить на социалку. И пока в соседних странах цены на топливо гораздо ниже, контрабанда казахстанских нефтепродуктов также неизбежна, говорят эксперты. В итоге страдают аграрии, которые каждый год во время полевых работ сталкиваются с дефицитом дистоплива и спасают ситуацию действующий запрет на вывоз ГСМ. Ну и прямо сейчас на экране появятся предельные цены на оптовую реализацию нефтепродуктов, которые планируют установить уже с 1 апреля. Проект приказа Министерства энергетики ранее разместили для публичного обсуждения на сайте открытой НПА. При этом коснется это тех АЗС, где есть госрегулирование. И вот, как мы видим, расценки с учетом налога на добавленную стоимость составят чуть более 93 тысяч тенге за тонну бензина марки АИ-80 и 193 тысячи с половиной за тонну 92-го и 93-го. Цена на летнее и межсезонное дистопливо составит свыше 236 тысяч тенге за тонну. В итоге в среднем цены на бензин марки АИ-92 вырастут на 6-7 тенге за литр, на дизельное топливо на 12-14 тенге. Ну что ж, уважаемые гости, понятно, что сдерживанием роста цен на диск топлива правительство пыталось поддержать сельхозпроизводители, но при этом итог мы видим, что дешевое топливо просто вывозят в другие страны. На этом фоне растет дефицит внутри страны. Есть ли выход из этой ситуации? Я, во-первых, хотел прокомментировать несколько заявлений, которые были сделаны, информационные, что аграрии каждый год испытывают проблемы с дизельным топливом. У нас приоритет установлен по законодательству отгрузки для сельхозников. То есть эти отгрузки выполняются стабильно. На весну этого года запланировано отгрузить 430 тысяч тонн дизельного топлива по цене 222 тысячи тенге за тонну. Отгрузки идут незамедлительно. То есть никаких проблем аграрии не должны испытывать. Второй тезис касательно того, что мы сейчас увеличиваем предельно оптовые цены. На самом деле у нас нет фиксированной оптовой цены сейчас, у нас есть диапазон цен. То есть если взять по бензину 92, цена у него колеблется от 176 тысяч тенге за тонну до 210 тысяч тенге на тонну. Своим приказом мы ограничиваем предельную цену. То есть мы 176 тысяч тенге минимально не трогаем, мы потолок, который 210, снижаем его до 193 тысяч тенге. То же самое по дизельному топливу. На рынке сейчас цена от 222 тысяч тенге за тонну до 282 тысяч тенге за тонну. То есть очень широкий разбег. И мы также верхний потолок фиксируем 236 тысяч тенге на тонну. И этот приказ распространяется только на продажи в адрес стационарных АЗС. На продажи на другие сегменты рынка наши требования распространяться не будут. То есть... Сидмур Анатольевич, сразу уточняющий небольшой вопрос, прошу прощения, что перебиваю. Вы говорите большой разбег достаточно, да? А от чего это зависит? От регионов? Разбег зависит в первую очередь от сегмента потребления. То есть АЗС, учитывая, что мы розничные цены регулируем, 230 тенге по дизельному топливу в большой массе регионов, 260 тенге в северных областях, то для промышленных предприятий они вынуждены покупать или на рынке, или импортировать. Соответственно, в этом сегменте промышленных предприятий цена оптовая выше. У нас получается сейчас оптовая цена выше розничной цены на АЗС. То есть у нас вот такой сейчас рынок сложился. Туль Тайстович. Да, действительно, вот сельхозники каждый год, у них начинаются вот весенние, полево-осенние уборочные работы с целого ряда проблем. Буквально я сегодня отвечал на вопрос вашей коллеге, есть ли какие-то особые проблемы в текущем году. Нет. 25 лет одно и то же. Семена, удобрения, пестициды, в том числе и ГСЛ. Регулировать рынок, естественно, нужно, но вот установление каких-то предельных цен, предельных накруток, я думаю, особо эффекта не даст. Это все относится к категории административного регулирования. Мы знаем, что на рынке продовольственных товаров где-то примерно последние три года есть предельный уровень наценки. Но оно ничего не дало. Именно последние три года и отмечается рост цен, особенно высокий рост на продукты питания. Нужно регулировать, я считаю, рыночными, экономическими методами. В прошлом году этот разговор тоже стоял. Допустим, что делать? Поскольку в России цена где-то 350-380 тенге за литр, в то время как у нас 230-260 тенге. Естественно, уходит. Вот здесь вот надо думать. При этом, Тольтас, вы говорите, рыночно, да? Но не будет ли это жестким переходом? Когда-то это надо начинать. Причем сельхозникам, я считаю, вот это вот то, что механизм, который применяется более 20 лет по основам удешевленного топлива, это больше ИБД, имитация бурной деятельности, если честно говорить. Да, 800 тысяч тонн дизельного топлива потребляет каждый год сельхозтоваропроизводители у нас. Примерно это 20-22 года, это один и тот же объем. Площади у нас не изменились, поголовье не очень, поэтому уровень тот же. Это примерно миллиард литров. Я же предлагал еще где-то в 2016-2017 году перейти на прямое субсидирование. Вот что такое удешевленное топливо? Да, Министерство энергетики вместе с Министерством сельского хозяйства во главе с правительством к весной каждого года определяет, сколько нужно удешевленного топлива. Да, действительно, Минэнергетики определяют, говорят, вот такие-то, такие-то НПЗ для таких-то областей. Дальше начинается. Операторы определяют аким от области, фермеров определяют аким от района. На самом деле, кто пользуется этим удешевленным топливом? Кто может купить, кто может иметь деньги? Только крупняк. Я имею в виду сельхозтоваропроизводитель. У кого есть склады, чтобы залить? Только крупняк. Мелкие сельхозтоваропроизводители этого благо лишены. То есть опять тот же самый перекос. То есть в большинстве мелкие сельхозпроизводители, они будут закупать уже у подрядчиков? Да, фактически так и есть. И тем более там в немалой степени начинает роль играть и коррупционная составляющая, на самом деле. Потому что никаких правил определения операторов, правил определения фермеров, кто имеет право на это топливо или нет, этого нет. Более 20 лет. Лучше всего перейти, я считаю, к прямому субсидированию стоимости того же дизельного топлива. Я еще раз повторюсь, 800 миллионов тонн, 800 тысяч тонн в год сельхозники потребляют. Примерно миллиард литров. По 100 тенге с 230 дайте, чтобы фермер мог, фактически ему цена была бы в 130. Это 100 миллиардов тенге. Даже в рамках тех денег, которые сегодня мы субсидируем все, что угодно. Татьяна Садович, вы обязательно продолжите. Сейчас, уважаемый гость, мы вынуждены прерваться на небольшую рекламу, сразу после которой будем двигаться далее. Оставайтесь на хабаре. Возвращаемся в студию итогов. Говорим мы сегодня о предельных ценах на нефтепродукты. Напомню, что сегодня Казахстан является страной с самыми низкими ценами на бензин и дизитопливо. Например, литр дизеля у нас стоит 260 тенге. Это как минимум в два раза дешевле, чем у соседей по Центральной Азии или, например, в России. В результате топливо в огромных объемах ежемесячно утекает Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и другие страны по серым схемам. На этом фоне растет дефицит продукта у нас. Как намерены решать эту проблему и спасут ли ситуацию предельные цены на ГСМ? Об этом мы поговорим с нашими экспертами. Татар Сатавич, до рекламы вы не закончили мысль? Да. Объем потребления, спроса со стороны сельского хозяйства на дизельное топливо, основной вид топлива в сельском хозяйстве, примерно 20 лет он не менялся. Он составляет около 800 тысяч тонн. Вот Татар Сатавич говорил, что на весенние полевые 430, осенние чуть поменьше, но в сумме за год 800 тысяч. Это из общего объема 4,5 миллиона тонн. То есть внутренний фактор на повышение цены не влияет. Он из года в год, а объем остается один и тот же, 800 тысяч. Нету дополнительного спроса. То есть по закону рынка не должно расти. Решить проблему для сельхозников надо. Не через вот эти вот схемы какие-то удешевленного топлива, которые не работают на самом деле. Лучше было бы прямым субсидированием стоимости ГСМ. Того же дизельного топлива. Сколько у нас сегодня стоит? 230-260? Давайте 800 тысяч переведем литры, миллиард литров. 40% это примерно будет 100 тенге. 100 миллиардов тенге. В конце концов из 470 миллиардов за счет неэффективных субсидий можно было бы посмотреть, найти там деньги. Причем благодаря этому будет обеспечен доступ к дешевым субсидиям на дизельное топливо. Для всех без исключения сельхозтовропроизводителя. То есть точечно каждому сельхозпроизводителю? Сельхозник каждый день заправляется на ближайшие заправки, собирает чеки, талоны. В конце месяца сдаёт Акимы районы. На, я заправился, отдай мне мои субсидии. Я сейчас предлагаю подключить к нашей беседе Червинского Олега Числавыча. Это аналитик нефтегазовой отрасли, издатель журнала «Петролиум», автор двух книг о нефтяной отрасли Казахстана по видеосвязи из Польши с нами. Олег Числавыч, как слышите нас? Приветствую вас. Слышу. Добрый день всем. Да, хотелось бы, чтобы вы подключились. Я хочу затронуть такой аспект, что вот эти искусственно сдерживаемые цены на топливо в течение десятилетий, они делают бессмысленными инвестиции в развитие отрасли нефтепереработки. И это на самом деле парадоксально. Мы в Казахстане последние лет 20 говорим о том, что пора уходить от сырьевой направленности экономики. О том, что необходимо продавать продукцию за рубеж с добавленной стоимостью. Вот, казалось бы, хорошее поле для работы. Добываем собственную нефть, перерабатываем на собственных заводах и экспортируем, продаем с добавленной стоимостью. Вот я подключился к вам из Польши. Простой пример. Государственная нефтегазовая компания Орлен. Это аналог нашего казванного газа. Как вы знаете, в Польше нет ни одного месторождения нефти. Полностью все объемы нефти на переработку импортируются. В то же время, государственная нефтегазовая компания имеет два нефтеперерабатывающих завода на территории Польши. Имеет завод в Литве. Имеет завод в Чехии. И сейчас присматривается к покупке завода в Германии. Парадокс, да? При этом вся нефть импортируется, завозится сырье на все эти заводы. И в прошлом году, по итогам прошлого года, компания получила рекордную прибыль. Какой не было уже много лет. За счет высокой маржи переработки в Европе и за счет цен на топливо. И в то же время, как мы видим, вот читаем новости, задержан тот предприниматель, арестован тот предприниматель за то, что вывез в Кыргызстан топливо, за то, что вывез там дистопливо в Узбекистан и так далее. Ну парадокс. Когда мы делали модернизацию отрасли нефтепереработки и закончили ее в 2018 году, было объявлено, что одна из целей, помимо того, чтобы закрыть внутренние потребности страны в ГСМ, одна из целей это наладить экспорт бензина без топлива за границу. И что? И ничего. Нет этого топлива, нет этого экспорта. Хотя у нас рынки под боком. И это следствие вот этих искусственно сдерживаемых цен на ГСМ, то, о чем говорили сегодня в этой студии. И говорим. Да. Прошу. Я абсолютно согласен, что нужна либерализация рынка. И населению надо четко объяснить, что это не то, что вынужденная мера, это необходимая мера. И необходимо объяснить то, что основным потребителем дизельного топлива является бизнес. Это не народное топливо. Народное топливо это бензин. А дизель в основном потребляет бизнес. Это горнорудные компании, сельхозпроизводители, это транзитный транспорт. На долю реальных физлиц не более 10% от общего производства дизельного топлива в Казахстане. И не то, что необходимо повышать, уравнять с российскими ценами. Самое главное, необходимо поднять цены таким образом, чтобы наш дизель не утекал в Киргизию, в Узбекистан, где на сегодняшний день цены два раза выше. Почему сейчас на юге дефицит? Потому что в Узбекистане, Кыргызстане практически два раза выше цена дизельного топлива по сравнению с Казахстаном. В Астане, в центральной части Казахстана этого не наблюдается. То есть, к сожалению, хоть сколько бы мы не производили дизельного топлива, он будет всегда утекать. Всегда. То есть я понимаю, что задача не поднять, а сделать рыночными. То есть здесь правильная формулировка, да? Асид Маратович, как бы вы могли прокомментировать тезисы, которые озвучил господин Червинский? Я здесь согласен, что мы когда-то позиционировали, что по итогу модернизации мы станем одним из экспортеров нефтепродуктов. Действительно, после завершения модернизации у нас производство бензина выросло с 2,9 миллионов тонн в 2017 году до 5 миллионов тонн в прошлом году. То есть мы нарастили практически 1,3 миллиона тонн. Точнее, 2,3 миллиона тонн. По дизельному топливу производство выросло с 3,9 миллионов тонн до 5,3 миллионов тонн. То есть тоже существенный прирост топлива. Но мы действительно не видим возможности официально экспортировать. Но неофициально мы понимаем, что в нашем потреблении сидят наши соседние страны. И вот касательно добавленной стоимости, тоже соглашусь с коллегой, добавленная стоимость, она должна быть не к той цене, по которой мы поставляем на завод, а добавленная стоимость всегда должна формироваться к экспортной альтернативе. То есть если мы нефть продаем как сырье, есть определенная экспортная цена, то, соответственно, продавая нефтепродукты, мы должны добавленную стоимость получить к экспортной цене нефти. То есть не продавая нефть непереработанной, мы должны экспорт нефтепродуктов по более высоким ценам обеспечить и таким образом больше прибыли принести государству и недропользователям. Касательно социальной нагрузки или нагрузки на промышленные предприятия, сельское хозяйство, я думаю, любая субсидия или помощь со стороны государства должна быть адресной. То есть в случае дешевого дизельного топлива или бензина мы этой адресности не наблюдаем. То есть нефтепродукты раздаются всем нашим гражданам, не нашим промышленным предприятиям, прибыльным предприятиям, социально уязвимым слоям населения, обеспеченным людям. То есть все получают доступ к дешевым нефтепродуктам. И, соответственно, формируется расточительность, формируются перетоки в соседние государства. То есть мы, получается, народное достояние потихоньку разбазариваем. То есть единственные меры по контролю – это денежные субсидии и денежные адресные социальные помощи. То есть собрав больше налогов с нефтепродуктов, мы можем обратно сельскому хозяйству или населению эти налоги вернуть в качестве содействия. Да, уважаемые гости, я бы хотел еще одного спикера подключить к нашей беседе по видеосвязи из Шимкента. Это Бадзидинов Улжас, ведущий авторской программы «Бадзидинов нефть», экс-советник министра энергетики. Улжас, приветствуем вас. Как слышите нас? Да, здравствуйте. Все отлично слышно. Да, Ужас. Вопрос такой к вам. Один большой достаточно вопрос, он касается того, что создается единый рынок нефти, стран ЕС, ожидается, что он вступит в силу уже с января 2025 года. То есть цены на топливо к этому времени в Казахстане должны выровняться со всеми соседями. Готова ли наша страна к этому, во-первых, и как это отразится на внутреннем рынке? Да, если позволите, я прокомментирую тезис гостей. Да, конечно. Я хочу сказать, первое, никакого анализа эффективности выделяемых субсидий, в том числе топливных, никогда в Казахстане не проводилось, не было. Нет никакого анализа, что будет с сельским хозяйством или с перевозками при каких-то рыночных ценах на тот же самый дизель. Это основной вопрос, потому что, на мой взгляд, когда счетный комитет, ну сейчас это высшая аудитовская палата или другие государственные органы, смотрят реализацию государственных программ, они смотрят и говорят, это неэффективно, вот это можно было сделать лучше, вот это нужно там подкорректировать. Но субсидии, которые идут, скажем так, опосредственно через государственный бюджет, они никогда не анализировались. И мы не знаем вообще, насколько эффективны были эти субсидии сельскому хозяйству. Это первое. Второе, на мой взгляд, ну как бы не сельское хозяйство сейчас обсуждаем, но никаких субсидий сельхозки вообще давать не нужно. Нужно просто перестать регулировать цены и разрешить экспорт сельхозки, выровняться сама, придут инвесторы, казахстанские, российские, зарубежные и сделают то, что нужно. Потому что текущая ситуация, ну все, наверное, цены знаем, да, когда огурцы сейчас на полке стоят дороже, чем бананы и мандарины, по-моему, какая-то ненормальная. Бананы и мандарины там, да, в странах, наверное, вряд ли субсидируются в таком уровне, как огурцы у нас там, фрукты, овощи и так далее. Затем по дизельному топливу нужно понимать вот ситуацию, Асет Мараш частично затронул, мы сейчас порядка там 5-5,2 миллиона тонн производим. В этом году мы должны будем импортировать, это чисто по дизелю, должны будем импортировать где-то 700-800 тысяч тонн. То есть мы свои потребности на текущий день не перекрываем. И нужно открыто признать, я думаю, Касамжимар Кемеевич справедливо сказал, что правительство должно брать на себя ответственность, если есть дефицит, если требуется повышение цен, то нужно открыто об этом говорить. И сейчас нужно открыто сказать, что по дизелю ситуация будет ухудшаться ежегодно, потому что расширение ПКОПа, это шинкетский дитеперабатывающий завод, будет только в 29-30-м годах. До этого ситуация будет хуже, мы будем видеть такое же рост потребления примерно на 100-200 тысяч тонн в год, мы будем видеть, что нам не хватает этого топлива, и мы будем вынуждены импортировать его из других стран. Вот до такой ситуации доведено вот это, скажем так, все это сдерживание цен. Затем, что касается ЕАЭС, здесь есть немного, скажем так, перебор в сторону ЕАЭС, наверное, потому что сейчас противники, которые будут смотреть эту программу, они скажут, ой, давайте выйдем из таможенного союза, все от России отказываются и так далее. Это не совсем правильно. Выравнивание цен на топливо, это не только требование ЕАЭС, это требование ВТО, Всемирной торговой организации, к которой мы присоединились. И требования ВТО, они очень простые. Они говорят, если вы, там, Казахстан или какая-то другая страна, субсидируете внутренние цены на энергоносители, значит, вы создаёте неравные условия конкуренции. А значит, в таком случае получаете какие-то ограничения, штрафы и так далее. Поэтому это всемирная тенденция. И я неоднократно говорил, повторяю, правительство, премьер-министр, министр энергетики должны первым делом сделать то, что вот вчера буквально сказал наш президент, учитесь жить в режиме экономии. У нас дефицит, но он говорил по природному газу, но я думаю, что министерство энергетики должно признать, у нас дефицит всего дизеля, сжиженного газа, природного газа, электроэнергии, теплоэнергии. Мы должны это открыто признать. И я думаю, что в будущем мы можем спокойно через, допустим, полтора-два года записывать такую же передачу, но будет уже дефицит 92-го бензина, потому что тенденция такая. И вы правильно, кстати, сказали, отметили, что это не рост цен. То, что будет происходить там, допустим, на… Ну, я эти цены также говорил. Кстати, сейчас не один госорган вам цены эти не ответит, но я их прокомментирую. Дизель, по моим расчетам, для безубыточности, то есть не для того, чтобы кто-то извлекал сверхприбыль, а для безубыточности дизель должен стоить порядка 350 тенге летний. 92-й бензин порядка 250 тенге, сжиженный газ выше 170 тенге, ну, 95-й он где-то посередине, между 92-й и 95-й, а 92-й дизель где-то в районе 300 тенге. Вот к этим ценам мы придем, но это не рыночные цены будут. Это ужас. Да, я прошу прощения, что… Ужар, прошу прощения, что перебивая, давайте прокомментируем, да, все ваши сказания, да, только стоять. Ну, я бы сказал бы ужасу, субсидирование сельского хозяйства – это не прихоть Казахстана, это субсидирует и США, и Евросоюз, и Япония с точки зрения продовольственной безопасности, чтобы не так высоко сильно росли цены на продукты питания. Что касается цены огурцов, подождите, давайте ужас каждый отвечать за свою отрасль. Там, где разбирается как специалист. То, что касается… Я сейчас скажу и про энергетику тоже. Вы сказали, что субсидии не прожащены. Подожди, Олжас, я сейчас скажу и про энергетику тоже, про ваше участие. Уважаемые гости, давайте ругаться по очереди. Нет, 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 я не хочу ругаться. Таня Таня Сатальевич. Значит, то, что касается высоких цен на огурцы, во-первых, я прекрасно понимаю, что это очень высокая доля, 90% – это импорт. У нас крайне завышенные по статистике данные по производству овощей. У нас нет такого производства. Это все мы кушаем китайское, узбекское. Если мы потребляем тепличное производство, то да, там очень высокая себестоимость и в первую очередь из-за крайне высоких тарифов на электроэнергию. Причем энергетики говорят, мы сельскому хозяйству, поскольку удаленные села, тариф в два раза выше, чем для городских потребителей. Я понимаю, когда село далеко от города, но когда теплица сидит в городе, то почему тариф там должен быть в два раза выше на электроэнергию? Почему наши теплицы уходят в Узбекистан? Почему наши мелькомбинаты уходят в Узбекистан? Потому что там тарифы на электроэнергию намного меньше. Таня Таня Сатальевич, очень важная тема, но все-таки у нас сегодня немного другого обсуждаем. Давайте говорить о том, в чем мы разбираемся прежде всего. Что касается составляющей ГСМ, да, действительно, допустим, в производстве зерновых культур на долю того же дизельного топлива приходится 25%. Естественно, рост цен, просто не нивелированный, допустим, какими-то субсидиями, скажется в первую очередь на себестоимости сельхозпродукции. И завтра может ударить по потребителю. Поэтому я считаю, приведить тогда прямо рыночный метод, это прямое субсидирование. Асид Маратович. Ну, в целом, я думаю, Улжас все корректно сказал. Единственное, вопрос же не идет о сиюминутном приведении цен, которые там прогнозирует Улжас. То есть это, наверное, как стратегическая цель, долгосрочной перспективе мы должны к рынку двигаться. Нужно, я думаю, в этот период продумать какие-то сдерживающие механизмы, компенсирующие, то есть как социально уязвимым слоям населения, так и промышленным предприятиям. То есть это все должно быть продуманной политикой правительства. Мы, я думаю, никто не сторонник каких-то шоковых решений. Ну и самое главное для людей должно быть прогнозируемо, люди должны понимать. На самом деле, если мы не прекратим регулировать цены на нефтепродукты, мы просто убьем нефтегазовую отрасль. За последние 20 лет ни один крупный инвестор не пришел развивать, разрабатывать нефтегазовое месторождение. Буквально сегодня было коллективное обращение сотрудников СИМС, которые просят увеличение заработной платы. Мы общались с китайскими инвесторами, которые говорят, ребята, мы готовы, но из-за того, что есть государственная политика, когда мы 70% добытой нами же нефти должны поставлять на внутренний рынок практически по себестоимости, мы не можем себе позволить увеличить заработную плату или увеличить ставки подрядных работ. Все в руках государства. И такими темпами ни один инвестор не хочет развивать. А через лет 5-10 в любом случае закончится нефть. Руан Атубекович, благодарю вас. Олжас, вас также благодарю. У нас есть следующий гость по видеосвязи из АТРАУ. Это Джакиев Асалбек Мухитович, председатель Совета по развитию стратегических партнерств в нефтегазовой отрасли Петро Канцел. Асалбек Мухитович, приветствуем вас. Как слышите нас? Добрый вечер, слышно отлично. Да, хотелось бы, чтобы вы тоже подключились к нашей беседе. Ну, я послушал, действительно, полярные тоже разные точки зрения, но я здесь, наверное, соглашусь с соседом Маратовичем в части того, что все-таки субсидировать надо. Здесь Нурлан правильно говорит, что есть проблема такова, что из-за того, что рынок регулируемый, никакой инвестор не идет за последние, если вы сравните там даунстрим, апстрим, да, просто добычу и нефтепереработку. Но, как человек, который живет в регионе, как человек, который был депутатом областного масляхата трех созывов, я хочу одно сказать, господа, что население, основная часть населения, все мы не будем скрывать, да, основная часть населения живет ниже прожиточного минимума, не сможет себе позволить повышение цен на ГСМ. Это надо открыто сказать. Ну, мы все, у нас были общественные приемы, все мы это видели, какая реальность картина. Поэтому, единственное, однозначно, что все-таки правительство решило двигаться в сторону ЕАЭС, и там срок стоит 25-й год поэтапный, то есть понятно, что уже правительство приняло для себя решение идти к сторону дерегулирования рынка ГСМ, что однозначно приведет к повышению тарифа. Но давайте не будем говорить, ведь Россию, если брать даже такой ключевой товар, как дизель, который используется нашими аграриями, да, то в соседнем Узбекистане цена вообще даже выше, чем в России, она 520 тенге достигает, в Кыргызстане 410. И понятно, что мы будем ожидать увеличения цены размерно тому, что сейчас в соседних странах, а ведь переток идет туда. И что будем делать? То есть, если в правительстве понимание того, что необходимо это субсидировать, и как это будет механизм работать, вот в чем вопрос. А если мы сейчас повысим тариф, мы однозначно будем только работать против своего населения, это здесь однозначный факт. Поэтому мы должны четко взвесить. С одной стороны, есть вопрос понимания, что надо, как вот Нурлан говорил, что надо повышать инвестиционную привлекательность сектора нефтепереработки. Но давайте не забывайте вопрос о населении. А еще раз, если сейчас повысится тариф, то все автоматически после ГСМ поднимется цены на топор. Да, я сейчас предлагаю, Асид Маратович, прокомментировать. Ну, с точки зрения вот текущих оперативных решений к правительствам, что было предпринято, мы продлили приказ о запрете вывоза нефтепродуктов автомобильным транспортом еще на 6 месяцев. Причем раньше еще разрешалось в канистрах 20-литровых вывозить, и мы заметили, что на границе все люди начали с канистрами ездить. 20-литровые канистры тоже убрали. По сельскому хозяйству мы совместно с комитетом госдоходов ввели пин-коды на продажу дизельного топлива в адрес сельхозников, чтобы не было перепродаж от сельхозников. Потому что, получая дизельное топливо по 222 тысячи тенге за тонну, когда промышленные предприятия покупают по 350, большой соблазн не заниматься сельским хозяйством, а сразу продать дизель и заработать сразу, не дожидаясь там уборочной кампании. Кроме того, Казангаз по поручению правительства сейчас вводит красители. То есть мы, конечно же, административные меры, они очень трудоемкие, затратные, но в текущем режиме мы их будем выполнять, чтобы какие-то реформы мы могли проводить как можно безболезненно для населения. Второй момент, который хотел бы отметить, есть определенные вопросы, если будет дирегулирование цен, какое-то поэтапное, или что эти доходы кому поступят. В этом отношении правительством была большая работа проведена в прошлом году и сейчас проводится. С заводов мы убрали коммерческие структуры, которые раньше, когда вальцы работали, оставили возможность перерабатываться только недропользованием самим или создать специализированные компании при них, чтобы доходы в будущем поступали в адрес недропользователей. Кроме того, по оптовым поставщикам мы столкнулись с тем, что покупая недорогие объемы у Казангаз Петросана, появились посредники, которые на рынок перепродают. Были введены требования, чтобы стать оптовым поставщиком, недостаточно иметь в аренде резервуар. Надо целиком в собственности иметь или нефтебазу, или арендовать ее на год. Алексей Маратович, я вот хотел уточнить, насколько я знаю, что предельные цены на ГСМ, Министерство энергетики устанавливаются не более раза в месяц. То есть я правильно понимаю, что стоимость нефтепродуктов может быть пересмотрена уже в мае? Ну вот текущий приказ, который мы установили, он вышел в январе этого года, он бессрочный. То есть по мере того, как будет сформировано видение правительства, позиция, я думаю, можно будет корректировки какие-то в этот приказ внести. Сейчас данный вопрос на стадии проработки. Нурланд Томикоич, такой вопрос максимально дилетантский, простой. Вот если не отпускать цены на топливо, условно, свободное плавание и удерживать их, что будет и каким образом это возможно? Если удерживать, то нехватка дизельного топлива. В частности, я буду говорить про дизельного топлива, потому что дефицита по обезину нет. На юге мы будем всегда наблюдать дефицит. АЗС будут отпускать дизельного топлива только по талонам. А по талонам, знаете, как сейчас некоторые АЗС играются. Минэнерго установила для зарубежного транспорта цену на дизель топлива 450 тенге, когда казахстанцы заправляются по 250. Огромный соблазн, разница 200 тенге. И, соответственно, всячески пытаются продать казахстанский дизель иностранному транспорту по цене казахстанского транспорта. Вот и все. Это огромные деньги. Всегда будет дефицит на юге, на приграничных регионах. Да. И, Нурлан Атумбекович, хотел бы отметить такой момент, что уже долго у нас разговоры идут о том, что нужно модернизировать НПЗ, либо построить новый. Где взять на это средство? Это же огромные деньги. Ни один инвестор не хочет вкладывать на строительство или модернизацию в Казахстане НПЗ, поскольку низкая у нас стоимость дистоплива, бензина на внутреннем рынке. То есть, условно, повышение цен на ГСМ может и привлечь инвесторов? Если внутренние цены сравняются с экспортными, когда нефтяной компанией не будет смысла экспортировать нефть, а перерабатывать ее и дальше экспортировать нефтепродукты, тогда будет экономическая целесообразность строительства новых НПЗ в Казахстане. Пока этого нет, ни один инвестор не будет заходить. Аслабик Мухитович, как слышите нас? Я слышу хорошо. Да, вопрос такой. Что делать правительству, если роста цен на ГСМ не избежать? Какие конкретные механизмы, пути решения? Давайте начнем с того, что мы все понимаем, что все идет к тому, что цены будут расти. И вот последнее все сейчас, то, что наши коллеги говорили. Я вижу, какой путь. То, что Асид Маратович говорил о контроле, оно нужно однозначно, но уже опыт подсказывает, что тотально контролировать нельзя, это невозможно. Нет таких ресурсов. Это не Советский Союз, когда можно было тысячи инспекторов держать. Да, и последнее, одна и та же картина, когда мы видим там каждый год в регионах весенний, там какой-то или сезон зимний растут цены на социально значимые товары. Я в этих, сколько в комиссиях было, при Акиматах мы ходили, провели. Все равно это не работает. Давайте будем открыты в рыночных условиях данной схемы. Ну, походили, пошумели, там палкой постучали, через неделю цены все равно поднялись. Автовики и еще. Единственное решение, то, что, как вот до этого говорил, по-моему, ужас, не помню кто. Это, а, Асет Маратович тоже говорил, да, я вижу это субсидирование, адресная социальная помощь населению, а это, к сожалению, большая часть населения. Здесь надо быть готовы к дополнительным расходам. Второе, это цифровизация всех процессов. Должно быть все открыто, предельно честно. Не будем возвращаться, что было там, до Нового Казахстана, да. Все мы там слышим, читаем. Я думаю, что вот ту инициативу, работу, которую правительство начал под дерегулирование, демонополизация рынка, она правильно. Мухидыч, я прошу прощения, эфирное время подходит к концу. Асет Маратович, есть ли у вас что добавить в конце куротка? Ну, в целом вопрос, он на повестке дня достаточно давно стоит. И в 2020 году, например, когда транзитного транспорта не было, мы смогли продать на экспорт 500 тысяч тонн бензина и 200 тысяч тонн дизельного топлива. Вот наш потенциал. То есть, я думаю, надо реформы проводить, но очень постепенно и очень взвешенно. Уважаемые гости, я благодарю вас за плодотворную беседу. Поможет ли установление предельных цен добиться роста в других секторах экономики? Поживем, увидим.